Закончив сосредоточение войск, Германия рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны напала на нашу страну. Обрушив шквал огня и металл, началась Великая Отечественная война Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков. Лето-осень 1941 года. В течение первого же месяца были оккупированы Белоруссия, Литва, Латвия, значительная часть Украины, Молдавии и Эстонии. Советские войска потеряли вводе 100 дивизий, огромное количество боевой техники. И все же огневосную войну у Гитлера не получилось. Красной Армии удалось нанести врагу ощутимый урон. За первые месяцы войны в ходе сражений погибло около 100 тысяч немецких солдат. Сбито около тысячи самолетов, уничтожено 40% танков, имеющихся в распоряжении битлеровцев. Битва за Москву. 30 сентября 1941 года началось наступление фашистов на Москву. К середине октября они вплотную подошли к столице, преодолевая отчаянное сопротивление советских войск. На расцвете 5 декабря 1941 года Красная Армия перешла на фондер наступление. На Калининском, Истринском, Тульском, Гельцком, Солнечногорском направлениях развернулись ожесточенные сражения. Были освобождены многие подмосковные города. Враг отброшен на 250 километров от Москвы. Так, впервые во Второй мировой войне гитлеровцы потерпели первое крупное поражение. Победа над Москвой была одержана мужеством и стойкостью русского солдата. Блокада Криньер-Град. 8 сентября 1941 года немецкие войска полностью блокировали Ленинград, отрезав все подступы к нему. Началась героическая оборона города, которая длилась 872 дня. Самым тяжелым испытанием защитников Ленинграда был страшный голод этой судовой зимой. Всего от голода, болезней и бомбежек в Ленинграде погибло более 1 миллиона человек. Но несмотря на тяжелые испытания, город выстоял, не сдался дорогой. Сталинградская битва. Боевые действия начались на пост по Сталинграду в июле 1942 года. Не в силах сдержать врага, советские войска отходили в орден. В сентябре основные боевые действия уже проходили на улицах Сталинграда. Но ценой немоверных усилий Красной армии, в зиме удалось сначала остановить наступление немцев, а затем перейти в контрнаступление. В результате успешных боевых действий была окружена южная группировка противника. 2 января 1943 года немцы объявили о капитуляции и в плен сдалось 300 тысяч немецких солдат и офицеров, в том числе командующий 6-й армией генерал Паус. Буржская битва. Буржская битва продолжалась в 50 неимоверно трудных дней и ночей. И представляла собой совокупность стратегических оборонительных и наступательных операций. 12 июня советские войска перешли в контрнаступление. В этот день у села Рухово состоялась крупнейшая в мировой истории танковое сражение, в котором участвовало 1200 танков и самоходных ловок. Под натиском советских войск немецкие захватчики перешли в Таварунии, но съезжать на море не удалось. Буржская битва закончилась сокрушительной победой русского нарушения. В этом сражении немцы потеряли полмиллиона солдат. Онторы тысячи танков и более трех с половиной тысяч самолетов. Операция Багратион. Одна из крупнейших и важнейших операций Великой Отечественной войны – это операция Багратион, которая продолжала 68 суток. В ходе нее Красная Армия разгромила влажнейшие группировки Вермонта и освободила народ Мелоруссии от оккупации. Важнейший род на освобождении Мелоруссии сыграли партизанские отряды. В результате операции были созданы благоприятные условия для внесения новых мощных ударов к влажеским влажникам, действовавшим на Советском Гермарском фронте и прибрался к восточному войску в Польске. Освобождение Варшавы. 17 января 1945 года силами Первого Белорусского фронта и Первой армии войска польского была освобождена столица Польши – Варшава. Сегодня польское правительство называет освобождение Польши советскими войсками новой оккупацией, пытаясь уравнять действия фашистской Германии и Советского Союза. Но из истории нельзя выбросить имена почти 580 тысяч советских солдат и офицеров Красной Армии, которые в 1944-1945 годах отдали свои жизни за право поляков иметь свое государство. За освобождение Варшавы была учреждена медаль «Награда за освобождение Варшавы». Медаль получили более 690 тысяч человек. Берлинская наступательная операция. В начале апреля 1945 года советские войска в Машине Центрального района Германии находились в 70 километрах. Цель операции заключалась в том, чтобы разгромить немецкие войска на берлинском направлении, овладеть столицей Германии. В результате боевых церковного рождения в Машине Центрального района Германии, овладеть на столицах из выходных. 5 мая, в этом обращении на сегодняшний день в Брест сдают 134 тысячи немецких солдат и офицеров. Замужество, героинзии и высокородородство мастерства, овладеть в конце операций, 187 серединенных частей на сторону Брестского района Германии. День победы – это всенародный праздник Российской Федерации, проводим он ежегодно 9 мая. Длительным и трудным был путь к победе – 1418 дней и ночей. В тысячелетней истории нашего Отечества навечно запечатлено множество памятных знаменательных дат. За каждой из них стоят вратные подвиги и свершения российского народа, не раз поднимавшись против бесчисленных посекательств на свободу и независимость в родной земле. Но самым дорогим и священным для внадыщихся нескольких поколений стал день 9 мая – день победы советского народа в Великой Отечественной войне. Боевым призывом стали лозунги «Все для фронта, все для победы». Наше дело правое – враг будет разбит, победа будет за нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok